Всем привет друзья! Для начала скажу, что нажмите на настройки, выберите субтитры на вашем языке, здесь много вариантов я добавил, и включите субтитры. Сегодня хочу вам показать очень простую установку Vdiamo 4. Так как многие, когда устанавливают, иногда не могут установить VxDiag, Vdiamo 4 для VxDiag, либо для OpenPort, для них это слишком сложно. И также на экране добавляется значок переключений. Вот посмотрите, то есть сколько у вас установлено устройства, столько можно переключить. Например, если у вас установлено и OpenPort, и VxDiag в режиме G2534, вы легко можете установить. В прошлых видео, когда мы устанавливали Vdiamo 4 и вручную добавили Part G для OpenPort, здесь уже все это не нужно, все делается автоматически. Давайте я все это вам покажу. И, кстати, вот папка AmazonGrad Vdiamo 04, 4 версия. И сейчас давайте покажу, что в этой папке. Я добавил сразу ссылку на мое видео. Сразу видео инструкция. Здесь вот программа, здесь пароль от этой программы, здесь в папке драйвер для MiniVci, OpenPort драйвер, также добавил сразу VxManager, чтобы вы не искали, не скачали. Также вся база, вот CBF, вся база CBF файлов CFF, новый CBF, база старая, видимо, вот old-база старая, все здесь есть. И файл Vgs.nag2 разблокированный. Все это я также полная фулл база, также оставлю в папке. Так, папка, значит, весит 10 гигабайт. И давайте сейчас посмотрим, вот у меня, например, подключен VxDiag. Правильно, у меня установлен VxDiag и для C6, и по струб. Вот VxDiag подключен. Сейчас давайте также установим драйвер для OpenPort и подключим OpenPort. Для этого откроем нашу папку, откроем папку драйвер, установить, далее. Друзья, кстати, это Windows 11, вот система Windows 11 Home, домашняя. Принимаю, далее, установить, закончить. Сейчас подключаем OpenPort. Откроем нашу папку, друзья, запускаем вот этот файл. Здесь выбираем язык установочный, чтобы вы поняли, что устанавливаете. Вот болгарский, итальянский, польский, русский, украинский, в общем, английский и так далее. Давайте, например, английский. Окей. Здесь вот нужен пароль. Пароль в этой папке. Далее, 402, далее, установить. Оставляем вот так. Здесь выбираем либо немецкий, либо английский. Это уже для Ведямо, либо английский, либо немецкий. Я выбираю английский. Окей. Далее, да, далее, далее, далее. Закончить. После этого уже ставим галочку установить G2534 переключатель. Опять выбираем язык, например, английский. Можем выбрать. В этот раз. Окей. Устанавливаем. Запустить. И вот, друзья, видите, все, что у вас подключено, уже можете переключить. То есть, просто запускайте вот этот файл, выбирайте, например, вот, VXDIAC, да, OpenPort. Вот, например, выбираем OpenPort. Окей. Все. У нас уже там автоматически в файле добавляется для OpenPort. Ничего не нужно делать. Сейчас запускаем, просто введем с экрана и все, у нас, видите, автоматически PartG, то есть уже здесь вот OpenPort. Здесь правый клик, свойства, совместимость и здесь изменить параметры, ну, запускать имени администратора. Применить, окей. Также введем правый клик, свойства, совместимость, изменить параметры, также запускать от имени администратора. Это обязательно, не забудьте. Все, друзья, OpenPort подключен. Можете как обычно, как вы кодируете. Вот, выбирайте cbf файл. Здесь у меня на рабочем столе tata cbf for coding. Все, уже не буду это показать, я уже тысячи раз это все показал. Все как обычно. Добавляйте файл и можете кодировать. Принимать и все. Можете нажать подключиться и кодировать. Закроем. Закроем. И также закроем программу введем. Видите, друзья, это очень легко и очень просто устанавливается. Вдобавок переключатель. Если вам нужна какая-то программа, напишите в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и удачи на дорогах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok